Здравствуйте. В этом видео покажу, как я изготовил этот цанговый патрон для токарного станка МН-80 под такие цанги. Сначала покажу, как этим патроном работать. В патрон вкручивается шомпол в виде трубы с резьбой на обоих концах. Патрон вставляется в конус шпинделя станка. Этой гайкой шомпол с патроном притягивается с другого конца шпинделя и затягивается гайка. Цанговый патрон закреплён. Теперь в него можно вставлять цанги. Беру цангу диаметром 10 мм, вставляю её в патрон, накручиваю гайку. А как я изготовил эту гайку для этого патрона покажу в следующем видео. Как я изготовил стержень шомпола и гайку для него я покажу в следующих видео. Устанавливаю в цангу деталь. Затягиваю гайку. Этот ключ изготовил с помощью УШМ. Затягиваю. Сейчас проверю суммарное биение цангового патрона с цангами. Ну, биение менее двух соток, где-то полторы сотки. Это хорошо. Трёхкулачковые патроны такого биения не обеспечивают. И ещё цанги не оставляют отпечатков на поверхности закрепляемой детали. Приобрёл комплект цанг с патроном. Мне он понравился тем, что много цанг. 42 штуки. Из них 19 разные. И максимальный диаметр закрепляемой детали 16 мм. А у штатного комплекта цанг максимальный диаметр равен всего 10 мм. И цанг в комплекте всего 11 штук. А у меня штатный комплект неполный. Цанговый патрон к моему станку не подходит. Надо обточить. Снаружи цанговый патрон под конусное отверстие в шпинделе. Но при доработке цангового патрона он сломался пополам. При протачивании наружного конуса вскрылась внутренняя канавка под выход шлифовального круга, так как канавка была выполнена с очень большой несоосностью. Буду делать новый цанговый патрон. На школьном станке ТВШ-3 сделал такую заготовку. Надо будет сейчас точить посадочный конус. Для обработки метрического конуса 1 к 20 мм необходимо развернуть верхние салазки на 1 градус 25 минут 56 секунд. Но с такой точностью салазки выставить невозможно. Это во-первых. Неизвестно, какой фактический угол имеет конусное отверстие в шпинделе. Поэтому выставляю верхние салазки с обкаткой по индикатору по коническому отверстию в шпинделе. Я считаю, что способ выставления верхних салазок по конусу, в который будет вставляться этот цанговый патрон при работе, наиболее точен. Верхние салазки выставил. Обращаю внимание, что цена деления у этого индикатора 2 микрона. Подаю. Вот индикатор сдвинулся на 4 микрона. Это хорошо. Деталь установил. Суппорт повернул. Буду точить конус. Конус готов. Теперь надо внутри нарезать резьбу М16 на 1 под трубу шомпола. Под нарезание резьбы М16 на 1 растачиваю отверстие. Отверстие под нарезание резьбы расточил и сейчас буду нарезать резьбу М16 на 1. Отверстие под нарезание резьбы М16 на 1 нарезаю отверстие. Всю резьбу М16 на 1 нарезал. Одна сторона цангового патрона готова. Конус готов и резьба. Теперь вставлю в шпиндель. Этим конусом в конус шпинделей буду обрабатывать уже эту сторону. Проверяю конус покраски. Отпечаток равномерный. Все хорошо. Для обработки цангового патрона с другой стороны вставлю его в шпиндель на его родное место и подтяну с другой стороны шпинделя этой гайкой. И теперь буду обрабатывать с этой стороны резьбу и внутреннюю росточку, делать и конус. Начинаю растачивать внутренние отверстия под эту цангу. Внутромер настроил по старому цанговому патрону и расточил отверстие. Вот так будет вставляться цанга. Теперь надо проточить конус. У старого цангового патрона внутренний конус расточен неглубоко, и поэтому и цанги в патрон входят неглубоко. И сила сжатия цанг прикладывается только на малом диаметре конуса цанг. Вот здесь. А цанги должны обжиматься по всей поверхности конуса. Для этого конус в патроне надо расточить больше, чтобы цанги заходили глубже в цанговый патрон и обжимали детали равномерно по всей поверхности контакта, по всей длине детали, а не за кончик. А если деталь короткая, не на всю длину рабочей части цанги, то цанга будет держать деталь слабо. А когда прикладывают большую силу, чтобы всё-таки закрепить деталь, то лепестки цанги деформируются вплоть до остаточной деформации, как у этих цанг. Здесь деталь входит свободно, даже с зазором, а в глубину цанги даже не проходит. Верхние салазки развернул на 30 градусов, начинаю точить конус. Конус 30 градусов расточил. Теперь здесь надо нарезать резьбу вот под такую вот подобную гайку, которая будет поджимать цангу. Поверху под резьбу М33 на 1,5 проточил и сделал проточку, на которой потом сделаю лыски для ключа, чтобы поддерживать цанговый патрон. Начинаю резать резьбу. Резьбу нарезал. Всё, цанговый патрон готов. Надо теперь делать вот похожую накидную гайку вот сюда. У цангового патрона сейчас отфрезерую две лыски. Две лыски отфрезеровал. Теперь надо зачистить, и вот будут две лыски. Потом надо будет сделать ключ. Этот ключ нужен для того, чтобы удерживать цанговый патрон. И при монтаже, когда он будет ставиться от проворачивания, и когда будет наворачиваться вот эта гайка, тоже придерживать. Эти вот две лыски для этого нужны. Вот так я сделал цанговый патрон. И теперь могу эти цанги использовать на своем токарном станке МН-80. А как я сделал эту гайку, покажу в следующем видео. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал.